Вначале я напомнил какие-то факты просто из жизни звезд. Хотя, во-первых, напомню, что весь свет, который мы видим, это свет звезд, так или иначе. Он как бы к ним восходит. Мы видим галактики, мы видим именно звезды. Даже если мы видим светящийся газ, он подсвечивается звездами в этих галактиках. Вокруг мы вот сейчас все видим благодаря свету звезд. Даже если у нас электрическая лампочка светится или проектор работает, реально это все равно свет звезд, переработанный, прошедший какие-то этапы, или через растение превратился в какие-то горючие ископаемые. Или даже если у нас лампочка запитана от атомной электростанции, все равно откуда взялись эти радиоактивные элементы. Радиоактивные элементы тоже взялись в результате жизнедеятельности звезд. Так что во Вселенной, в которой не было бы звезд, по большому счету и света, по крайней мере, видимо, фактически не было бы. В связи с этим есть такая замечательная штука, которая называется парадокс Ольберса. Просто чтобы сказать, что звезды именно нам все освещают. А если бы их было больше, было бы еще светлее. Парадокс Ольберс очень красивая штука, и одна из самых лучших, по моему взгляду, научно-популярных книг по астрономии, которая была написана в последние годы. Это книжка «Почему небо темное» Решетникова, которая совершенно замечательная, целиком посвящена этому парадоксу. Идея, напомню, крайне простая. Изначально люди, которые придумали этот парадокс, это, естественно, был не Ольберс, задались вопросом, почему небо темное. Действительно, если мы находимся на Земле, смотрим, куда, хоп, у нас взор уперся в какую-то далекую звезду. Ну ладно, попала звезда, переводим взгляд в сторону. Взгляд ушел дальше, опять уперся в какую-то звезду. Ладно, еще смотрим дальше, все равно уперся. Если бы Вселенная была бесконечной, была бы заполнена звездами, то везде взгляд упирался бы рано или поздно в поверхность какой-то звезды. И тогда получается, что темного места не было. То есть, если бы Вселенная была бесконечно заполнена звездами, это такая классическая материалистическая Вселенная 18-19 века, то мы пришли бы к парадоксу, небо все должно было бы светиться, как поверхность звезды. Всякие модификации, например, введение пыли или газопоглощающего, не помогают как следует решить проблему. То есть, небо станет темным в видимом диапазоне, но останется ярким, например, в инфракрасном диапазоне. В 18 веке так еще можно было рассуждать, в 20-м нельзя, потому что мы знаем, что в инфракрасном диапазоне небо тоже достаточно темное. Это очень красивая штука, звезды где-то должны заканчиваться. В 19 веке можно было сказать, что они заканчиваются в пространстве. То есть, Вселенная получается очень странно устроена, мы живем в таком звездном острове в галактике, а снаружи ничего нет. В общем, не очень хорошая картина, такая некоперниканская. Сейчас мы знаем, что звезды заканчиваются не в пространстве, а во времени. Поскольку свет имеет конечную скорость, мы смотрим в прошлое. И, соответственно, одну звезду мы видим, такую, какую она была 100 лет назад, 200, 300, 400. А если мы двигаемся дальше, то это уже будут миллиарды лет. И не существует звезд, которые мы видели бы такими, какими они были, скажем, 15 миллиардов лет назад. Звезды, как и все остальное, когда-то возьмут. И таким образом со светом звезд связана одна из самых красивых сентенций, и очень интересно говорить людям, которые никогда про это не думали, не слышали, не читали. Вот просто им сказать, что потому что небо темное, Вселенная имеет конечный возраст. Ну или наоборот. Крутите ее как хотите, она об обе стороны очень красивая. Фраза. Небо темное, потому что Вселенная имеет конечный возраст. Совершенно замечательная штука. Первые звезды в современной картине, скорее всего, это так и есть, возникли раньше галактик. Это самые первые засиявшие объекты Вселенной. Пока это результаты расчетов, но в скорости люди надеются непосредственно увидеть свет первых звезд. Для этого, по всей видимости, понадобится космический телескоп нового поколения, то есть телескоп Джеймса Уэббер. Если все будет хорошо, то с его помощью можно будет изучать самые первые звезды. Звезды эволюционируют. Это тоже такой важный пункт. Ну, может быть, в 19 веке он все-таки людям уже был понятен, но до этого пункт такой не до конца ясный. Опять-таки, может быть, люди понимали, что звезды, будучи материальными объектами, как-то должны эволюционировать, но, по крайней мере, казалось, что это происходит на каких-то ну уж совсем фантастически больших масштабах времени, совершенно несообразимыми ни с чем, что мы знаем. На самом деле, оказывается, что массивные звезды, например, могут эволюционировать очень быстро, и звезды в конце своей жизни превращаются в компактные объекты и туманности, которые потихоньку рассеиваются, снова попадают в межзвездную среду, и сами звезды на разных этапах жизни Вселенной немножечко разные. Скажем, самые первые звезды должны были состоять только из водорода и гелия. Самые старые звезды в нашей галактике тоже почти целиком должны были состоять из водорода и гелия, примеси более тяжелых элементов должны быть очень маленькими, но, тем не менее, существенными. Они все-таки не нулевые, это очень важно для процесса звездообразования. А вот последние несколько миллиардов лет образуются современные звезды. Сейчас состав протозвездного вещества уже меняется достаточно слабо, хотя, конечно, все равно меняется, меняется в одну сторону, в сторону увеличения доли тяжелых элементов. Но, тем не менее, вот такой солнечный состав, если нам не нужны детали, он последние миллиарды лет назад более-менее везде у Вселенной приложили. Итак, химическая эволюция связана со звездами. Есть совершенно ничтожное количество элементов, чья эволюция может быть не связана со звездами, она связана, например, с космическими лучами. Но, в общем, баланс Вселенной — это очень маленький вклад. В основном, химический состав Вселенной меняется благодаря деятельности звезд. И это очень серьезная вещь, действительно. Мы видим сейчас, что экзопланеты чаще встречаются у звезд с более тяжелым химическим составом, где доли тяжелых элементов побольше. Действительно, для того, чтобы на каком-то этапе вот этого вот круговращения, когда из газа и пыли образуется плотное облако, оно начинает схлопываться, образуется звезда и диск вокруг нее. Вот в диске возникает планетная система, потом звезда со взрывом или без сбрасывает вещество, может быть, разбрасывает и часть планет вокруг. Но чтобы эти планеты возникали, в общем-то, хотелось бы иметь что-то помимо водорода и гелия, иначе вы создадите только такие гигантские планеты, газовые гиганты, типы Юпитера, и то их создавать будет сложно без примеси тяжелых элементов. Соответственно, чем дальше вот это круговращение идет, тем более вероятным оказывается возникновение планетных систем. Ну и, собственно, мы сами состоим из вещества, которое когда-то прошло через звезды, поскольку, повторюсь, изначально состав Вселенной включал в себя практически только водород и гелий. Никаких других элементов не было, а мы с вами состоим в основном из других элементов, а не из гелия и водорода. Итак, все это хорошо, и все это в основном про одиночные звезды. Одиночная звезда эволюционирует, ну, с одной стороны, не очень просто, с другой стороны, достаточно просто, потому что это уединенный объект, он живет сам по себе. Это уже очень хорошо для эволюции, в том смысле, что она становится проще, ее проще рассчитывать. Ничего лишнего не мешает, ничто не вмешивается. Кроме всего прочего, как известно, звезда это газовый шар, а площадь шара 4πr квадрата, то есть звезда не очень сложный объект. И поэтому можно надеяться достаточно хорошо описать, как этот объект себя ведет. Звезды, как вы помните, ведут себя относительно просто. Когда они рождаются, то на диаграмме Гершпан-Грессела, где по вертикальной оси отложен какая-нибудь величина, связанная со светимостью, может быть, сама светимость может быть абсолютно звездная величина, что хотите. А по горизонтальной оси что-то, связанное с температурой, можно саму температуру откладывать, то звезда садится куда-то на главной последовательности в соответствии со своей массой и химическим составом. Но поскольку химический состав меняется не сильно от звезды к звезде, то более или менее это одна последовательность, хотя вот при малой недоличности будет другая главная последовательность, немножечко сдвинутая. И звезда с единобладной последовательностью пока превращает водород в гелий, в ядре, что важно. Когда в ядре реакции превращения водорода в гелий оказываются исчерпанными, то со звездой начинают происходить всякие интересные превращения. Если звезда недостаточно массивная, то она просто превратится в красного гиганта, гелий попробует загореться в слоевом источнике снаружи ядра, там достаточно горячо. Но дальше дело не пойдет, звезда сбросит внешнюю оболочку и потихонечку свалится в область белых карт. Если звезда более массивна, она может выписывать всякие интересные петли на этой диаграмме, там будут идти реакции с участием более тяжелых элементов, все это хорошо вам известные вещи. Существенно, что главным параметром, повторюсь, поскольку химический состав практически одинаковых у всех звезд, главным параметром оказывается масса. Все остальные величины, которые вообще говоря могут очень сильно отличаться, например, темп вращения от звезды к звезде может меняться в разы, магнитные поля на порядке могут меняться, но все это оказывается не так важно для эволюции, все это не так сильно влияет на условия в ядре. Влияет. То есть, когда люди сейчас начали лезть во всякие интересные детали, то появились интересные задачи в теории звездной эволюции, посчитать эволюцию с вращением, с магнитными полями, там еще с какими-нибудь интересными тонкостями, с мелкими аномалиями химического состава, но все это действительно такая интересная нуреаль. На море такой глобальной эволюции звезд все определяет масса. В частности, и финальную эволюцию. Легкие звезды вообще не успевают проэволюционировать за время жизни галактики. То есть, можно сказать, что звезда с массой, треть массы Солнца превратится в водородный белый карлик. Сказать можно, но время жизни такой звезды превосходит время жизни галактики. Еще ни одна звезда одиночно не успела эту эволюцию пройти просто-напросто. Тем не менее, звезды типа Солнца, там с массой, может быть, чуть-чуть даже меньше, если они образовались в самом начале, успели превратиться в белые карлики, и звезды в несколько раз тяжелее Солнца. То есть, тоже дают белые карлики. Звезды, которые где-то раз в восемь тяжелее Солнца, взрываются. И остается, как правило, какой-то компактный остаток. Нейтронная звезда или черная дыра. Самые тяжелые звезды могут взрываться вообще без остатка. В каком-то интервале образуются то нейтронные звезды, то черные дыры. Это зависит уже, видимо, не только от массы, а от каких-то более мелких деталей, связанных с эволюцией звезды. Но, тем не менее, масса – это такой самый главный глобальный параметр, который определяет звездную эволюцию. Есть двойные звезды. Пока не говорим, почему это так интересно для эволюции, поговорим просто о том, что это красиво. Действительно, двойная звезда – это красиво достаточно. Есть очень известные пары. Причем, если две звезды расположены близко, это не означает, что они на самом деле сидят рядом. Пара может быть визуальной. То есть, просто случайно две звезды проецируются на небо. Например, Митцар и Алькор, по всей видимости, связанные пары все-таки не образуют. Зато Митцар – это такой сложный объект. Там сидят две двойные системы. И сейчас мы для, например, Митцара А прямо можем построить орбиту. Там периоды вращения достаточно короткие. Видите, начало мая, конец мая, начало июня. И вот уже полуорбита прошла. Мы прямо видим, как эти звезды вращаются друг вокруг друга. Конечно, самые тесные пары мы разрешить не можем, но, например, по спектральным наблюдениям все равно можно определять орбитальный период, даже если там нет затмений. Как много звезд относятся к двойным? Много. Грубо, обычно всегда говорят, что половина звезд находится в двойных системах. Легко запомнить. Дальше возникает тонкий вопрос, это большая половина или меньшая половина. Понимаете, доля двойных звезд зависит от массы все-таки. Среди массивных звезд подавляющее большинство находится в двойных. Среди малых массивных доля немножко поменьше, но меньше трети она не бывает. Поэтому все-таки двойственность звезды это очень типичный феномен. Почему это происходит, совершенно ясно. Звезды образуются из клапсирующих облаков газа и пыли. Облако изначально немножко вращается. В космосе все всегда вращается. Это нормально. Как вот у Бродского в Новом Жюльверне, в воде все всегда извивается. В космосе все всегда вращается. Облако становится более компактным, вращение становится более существенным. И, наконец, вращение может стать настолько быстрым, что будет препятствовать дальнейшему сжать. Что делать облаку сжиматься? Ему хочется. Тогда облако делится на две части, возникает неустойчивость. Облако делится на две части. И теперь одна часть вращается. Одна половина вращается вокруг больше половины. Но каждая половина теперь сама по себе почти не вращается. И слопывание может продолжиться. Если все равно окажется, что одна из этих частей вращается достаточно быстро, она еще раз делится на пару. И таким образом возникнет тройная система. Может быть, обе разделятся. Возникнет система из четырех звезд. Но важно, что она иерархическая. К этому мы еще будем возвращаться. То есть не бывает систем, где три звезды вращаются вокруг общего центра масс примерно на одном и том же расстоянии. Такая система, во-первых, неустойчива. А во-вторых, неестественно было бы такие системы образовывать. Естественно, образовывают иерархические пары, когда расстояние между двумя звездами существенно меньше, чем расстояние до третьей звезды или другой пары звезд. Двойные звезды действительно бывают очень красивыми. И когда на каких-нибудь там ночах открытых дверей или еще кто-нибудь показывает небо в телескоп, и Луна уже ушла за главное здание, Сатурн и Питер неизвестны где, то приходится показывать какие-нибудь красивые двойные звезды. В общем, это единственное, что в Москве еще можно показать, наверное. Особенно красиво, если есть хорошие телескопы, можно показать четверную или показать пару звезд, где они существенно отличаются по цветам. Так, в принципе, как вы знаете, для слабых объектов неплохо цвета различают. Но контраст, он хорошо виден. И поэтому, если одна звезда немножечко пожелтеет, другая немножечко посиней, может быть, отдельно мы бы сказали, что они белые, но когда они находятся рядом, очень четко видно, что они действительно имеют очень контрастные цвета. Но нам интересна физика. Чем же двойные так интересны по физике? Они интересны тем, что в двойных можно менять самый главный параметр звезды – массу. Одиночная звезда массу может только терять. В двойных звездах звезды могут обмениваться массой. И это потрясающе интересно, вы меняете главный эволюционный параметр. Это здорово. Звезды могут обмениваться массой, поскольку, конечно же, чем дальше мы отходим от звезды, тем меньше ее притяжение. Вещество всегда обладает какой-то конечной скоростью. Соответственно, где-то, если это только не одна звезда во Вселенной, вещество станет со звездой гравитационно не связанной. Кстати, даже если одна звезда во Вселенной, все равно будет гравитационно не связанной, если скорость достаточно большая. Соответственно, есть область, где звезда контролирует движение вещества. Одна, вторая. Если вещество или просто будет убедать из этой области, оно может потом свалиться сюда, Или же оно может перетекать через вот эту горлою, соединяющую область, где движение контролирует одна звезда или другая И вот такой перенос масс может быть довольно существенным В пределе есть ситуации, когда одна звезда может целиком перетечь на другую Именно не слиться, а перетечь То есть это не какое-то быстрое объединение на динамическом шкале времени Это постепенное перетекание И действительно, повторюсь, в некоторых ситуациях оно может идти до конца Оно может там останется какой-то маленький объект размером с планеты И тогда ему уже придется сливаться со звездой Но самое главное интересное по физике это перетекание Интересно нам пока в первую очередь с эволюционной точки зрения Возникло это в астрофизике как парадокс Алголи Есть такая звезда Алголи, очень важная, она в клятве астронома присутствует Значит, когда у нас студенты поступают То в день осеннего равноденствия Вот на этой сцене они произносят клятву астронома И в частности там есть слова И не путать анголу с алголем и алголю с алкоголем Так что это очень важная звезда И в середине 20 века люди поняли, что есть интересный парадокс Систему удалось рассмотреть в детали Не прямо увидеть каждую звезду, нарисовать ее портрет Но удалось показать, что менее тяжелая звезда в этой системе Выглядит более проэволюционировавшим Это очень странно Потому что звезды эволюционируют тем быстрее, чем больше у них масс А обратная ситуация совершенно неестественная И когда это было обнаружено, открыто Это воспринималось именно как парадокс Как же так может быть? Значит, вся теория звездной эволюции Которую к этому времени, казалось, достаточно хорошо разработали Оказывается под удар Объяснить это очень просто Если вы скажете, что масса это не сохраняющийся параметр То есть вначале Было две звезды Одна более тяжелая, соответственно, более горячая Другая более холодная Та, которая более тяжелая Эволюционировала быстрее Превратилась в красного гиганта Раздулась И начала переносить вещество на звезду соседа И перенесла много То есть после обмена Вот эта вторая звезда оказалась тяжелее И теперь действительно она выглядит более проэволюционировавшей А звезда Донор выглядит Ой, пардон Она выглядит Она является более массивной, но выглядит менее проэволюционировавшей А звезда Донор является сейчас менее массивной, но выглядит более проэволюционировавшей Таким образом, обмен масс сразу же потребовался Чтобы объяснить первую интересную ситуацию в эволюции военных систем Существует еще много всяких звезд типа алголя, которые могут появиться только в двойных системах Ну, например, все мы знаем, что есть гелиевые и белые карлики Их действительно много, больше всего И можно даже поэкспериментировать и ловить каких-то студентов и поспрашивать Ну или, кстати, вообще интересно быть на экзамене, припереть к вам студента к стенке, в хорошем смысле этого слова И спросить, ну скажите, каких карлипов больше всего? Он скажет, гелиевых, отлично, почему? Если студент не читал, а просто пытается догадаться, то он скажет Но более легкие звезды, в них реакции останавливаются на гелии, дальше реакции не идут Соответственно, должны образовываться гелиевые и белые карлики Легких звезд больше, чем тяжелых, поэтому гелиевых и белых карликов больше, чем кислородно-углеродных белых карликов, например Выглядит это логично, но правда не в этом Потому что гелиевые и белые карлики должны образовываться из настолько легких одиночных звезд, что они еще не успели проэволюционировать То есть это все было бы правильно, если бы Вселенной было там 100 миллиардов лет Но поскольку Вселенной меньше, то ответ неправильный, и студент получает двойку Тем не менее, мы имеем два факта, студента с двойкой и огромное количество гелиевых и белых карликов Нам все-таки нужно как-то совместить Идея очень проста Эти гелиевые карлики возникают в двойных системах То есть жила-была звезда, достаточно тяжелая, ну например, прямо как наше Солнце И у нее есть звезда-соседка Звезда большая, сидела на главной последовательности, превращала в дорогу гелий Превратила, не вызрала гелевое ядро Звезда расширилась, превратилась в красного гиганта И в этот момент система оказалась настолько тесной, что вся эта оболочка перетекла на вторую звезду И привет, эволюция для этой звезды закончилась Осталось гелевое ядро, а эволюционировать она дальше не может Потому что вся звезда резко похудела И возникает гелевый белый карлик Хотя, в принципе, его там не должно было бы появиться Он не должен был бы появиться Потому что эволюция должна была бы пойти дальше И звезда должна была бы сделать какой-нибудь кислородный углерод на белый карлик Но из-за наличия второго компонента все пошло не так Так что самый обильный класс белых карликов Объясняется исключительно эволюцией вдвойных С белыми карликами вдвойных могут происходить еще всякие интересные вещи Белые карлики имеют верхнюю предельную массу Почему белые карлики устойчивые? Все тоже хорошо знают, удобно рассказывают про это на уроках химии, как ни странно На уроках химии все дети рисуют вот так Поэтому устойчивые белые карлики То есть мы берем звезду, ядро звезды, начинаем его сжимать И у нас два электрона собятся в одну клеточку И когда мы пытаемся запихнуть туда третий электрон, ничего не получается Работает запрет Пауэлл По этой же причине на S орбитале сидит всего два электрона А третьему там не место Соответственно возникли белые карлики Но это не значит, что запреты абсолютные Вы можете увеличить массу звезды и она потеряет устойчивость Со звездой что-то произойдет Ну наивно можно было предположить, что она просто сожмется Но в реальности произойдет взрыв, термоядерный взрыв И это сверхновый типа 1А Вот фотография одной из такой сверхновых То есть видно, что она по своему блеску сравнима с блеском галактики Нам тяжело иногда сравнить, потому что галактика протяженный объект И нам кажется, что он всегда ярче На самом деле точечный объект может быть ярче, чем протяженный Ну там, кто не верит, посмотрите на картинку Инджи Ну в принципе и здесь, если напрячься, можно понять, что галактика не... Если ярче, то не сильно Я честно не помню вот в данный момент, когда был сделан этот снимок Каково было соотношение по ум светимости галактики и сверхновых Как увеличить массу белого карлика? Снова только в двойной системе То есть одиночный белый карлик тоже что-то может получить Поскольку межзвездное пространство не пустое Там есть всякий газ и пыль И иногда это серьезная проблема То есть если вот сейчас вдруг взять, построить какой-нибудь звездолет Который с огромной скоростью около световой будет браздеть просторы галактики Там возникнет большая проблема Он летит не через пустое пространство И вот этот поток частиц, если мы сидим в системе отчета звездолета Значит на него налетает поток частиц около световой скорости Это очень нехорошо, там много всякого вредного излучения появляется Вообще непонятно выдержит ли материал нашего космического корабля Соответственно этот газ, эта пыль из межзвездной среды может вываливаться на белый карлик Но так много массы не наберешь Там какую-нибудь одну миллионную массу солнца можно набрать за довольно долгое время Так белый карлик не взорвешь А в двойной системе можно набрать сколько хотите Десятую массу солнца, две десятых, половину массу солнца можно набрать И тогда произойдет взрыв В пределах устойчивости белых карликов Это примерно полторы массы солнца На самом деле он зависит от химического состава И вот эти там традиционные 1 на 4 массы солнца В пределах Шиндрасикара Он рассчитан для химического состава предельных белых карликов Если делать белый карлик из чистого водорода Он может быть гораздо тяжелее Если я не ошибаюсь, там до 5 масс солнца Но такого не бывает, чтобы из чистого водорода делать белый карлик А если из гелия, то он уже под 2 массы солнца легко уходит Тем не менее, родился белый карлик, скажем, с массой типичной 0,6 масс солнца Со второй звезды на тепло 0,8 масс солнца И белый карлик потерял устойчивость и взорвался Это очень мощный взрыв и очень хороший взрыв Иногда неправильно говорят, что все сверхновые типы 1А Это такие стандартные свечи, у них одна и та же светимость Это неправильно У них разная светимость Но для большей части этих сверхновых мы можем по кривой блеска рассчитать светимость И тогда действительно определить, сколько же излучала взрывающаяся звезда И это очень здорово Мы можем в космологии по ним определять расстояние Определять расстояние до далеки до лактик, где больше никакие индикаторы расстояния уже не работают И, как вы помните, это было настолько важно, что именно благодаря изучению сверхновых 1А Люди обнаружили ускоренное расширение Вселенной Которая, как мы думаем, связана с темной энергией Ну и, соответственно, люди получили Нобелевскую премию То есть не было бы двойных звезд, не получили бы эти люди Нобелевскую премию Ну, на самом деле, это для красоты То есть довольно нетривиально объяснить, что на картинке На картинке показано именно, как пламя кармонейтерного горения движется по белому карлику Причем постоянно меняется масштаб Вся эта штука сильно раздувается Но, тем не менее, просто это красиво И мне это кажется взрывом мозга теоретик Еще одна необычная сверхновая Сверхновая 87А Самая хорошо изученная сверхновая на настоящий момент Все знают эту замечательную картинку Которая для телескопа Хаббла Стала едва ли не одним из таких самых узнаваемых изображений Отчасти благодаря совершенно случайно Вот эти две звезды, они случайно проецируются на рисунок Естественно, по мере расширения колец Вся эта картинка там немножко смазывается Но так очень красиво, повезло Очень красивая структура Это сверхновая второго типа То есть это взорвалась массивная звезда Никакой не белой талии Тем не менее, откуда взялись колец? Вопрос довольно нетривиальный Ясно, что это не вещество сброшенное в момент взрыва Люди долго пытались это все моделировать И, наконец, смоделировали Это теоретическая модель Снова понадобилась двойная система Это тоже результат компьютерного моделирования Которое, ну даже в цветах люди, естественно, подбирались Было максимально похоже на наблюдаемую картинку Была двойная система Там тоже был обмен масс Была замечательная стадия, когда они сидели в такой общей оболочке И на некоторой стадии от звезды в центре От голубого сверхгиганта Был очень мощный ветер А кроме того, в системе возникло Такое вот кольцеобразное распределение вещества Связанное уже с самой системой Ветер, который дул Он, да, вот очень важно Есть два ветра Медленный ветер и быстрый ветер И сталкиваясь, они воспроизводят вот эти внешние кольца А потом происходит взрыв И он подсвечивает всю эту систему Он высвечивает то, где вещества не просто больше А где вещество хорошо излучает И оказываются подсвечены на два внешних кольца И одно внутреннее Не было бы двойной системы Не было бы этой красивой картинки Так что здесь тоже очень интересная физка Сейчас, благодаря интерфериметрическим наблюдениям Мы прямо можем видеть очень тесные двойные системы Это страшно красивая вещь, на мой взгляд Поскольку, ну, еще 20 лет назад Об этом можно было только не читать Это одна из самых известных двойных систем Это Мира, Омихрон Кита Там, как вы знаете, звезда получила свое название Мира Потому что она в древности относительно Хотя это в древности уже новое время называется Ее то наносили на карты, то не наносили Потому что она сильно меняла свой блеск На несколько звездных величин Связано это с поведением красного гиганта Такой периодической переменной большой Но оказалось, что, кроме всего прочего Это двойная система Где есть этот красный гигант, который мы видим в оптике И белый карлик Здесь наложено друг на друга Оптическое изображение И рентгеновское изображение И действительно мы прямо видим Как мы видим обе звезды И мы видим, как вещество перетекает с одной звезды на другую На самом деле белый карлик мы не видим Мы видим диск вокруг него Но теперь мы находимся на такой стадии развития Когда мы прямо можем наблюдать взаимодействующие звезды В двойных системах Прямо видеть, как вещество перетекает с одной звезды на другую На самом деле, это очень важное замечание Очень часто, когда говорят, астрономы увидели Это не значит, что астрономы прямо взяли и увидели Но точно так же физики элементарных частиц Не увидели, что протон состоит из трех кварцев Они провели некие эксперименты с протонами Которые разумным образом можно интерпретировать Только сказав, что протон состоит из трех кварцев И кроме всего прочего, это замечательно согласуется с хорошими теоретическими моделями Таким образом физики увидели Точно так же в астрономии Очень часто астрономы не видят То есть люди открыли несколько тысяч экзопланет Но видно из них штук 50, наверное Остальные открыты по косвенным, но достаточно бесспорным данным Вот здесь все-таки в некоторых случаях мы прямо видим Как вещество перетекает с одной звезды на другую И таких изображений двойных люди получают довольно много Вот другая известная звезда, хорошо у нас видимая Бета-лиры Изображения получены на интерферометре чара И правая картинка это модель Снова мы видим звезду одну И диск вокруг второй звезды Вот эта вытянутая штучка Это диск вокруг второй звезды На которую идет вещество Собственно то же самое Насколько тестами могут быть двойные? Очень тесные Из обычных звезд очень тесную двойную не сделаешь Просто потому что они туда не влезут Ну то есть если взять два Солнца Их нельзя сблизить на расстояние миллиона километров Потому что радиус Солнца будет чем полмиллиона километров На самом деле там даже на два миллиона километров Это трудно посадить Они уже сильно будут взаимодействовать и быстро сольются Соответственно чтобы сделать очень тесную систему Нужно взять две компактные звезды Ну например два белых карлика И действительно самая компактная состоит из двух белых карликов Возникает вопрос Откуда они там взялись? Белые карлики просто так на деревьях не родятся Они получаются из обычных звезд То есть когда-то жила-была двойная система из обычных звезд Которая была гораздо шире Туда две эти звезды прекрасно влезали Потом одна превратилась в белый карлик Звезды в системе взаимодействовали И потихонечку сближались Если бы сближались две обычные звезды Они могли бы слиться Но одна уже была белым карликом Вторая к ней подползла Превратилась в белый карлик И белые карлики еще друг к другу подползли У двойных может быть очень интересная эволюция Там есть несколько механизмов Которые позволяют системе становиться и шире И компактнее В данном случае система становилась все компактнее и компактнее И у нас есть система из двух белых карликов Один колескает на другой И период этой системы примерно 5 минут Чуть больше Соответственно звезды двигаются с огромными скоростями Скорость Ну обычно Всегда пишут километр в секунду Но в данном случае очень красиво написать Более миллиона километров в час Километр в час и так все понимают А тут еще и более миллион Слово миллиона Мы всегда всех очень рады С белыми карликами связан еще один красивый тип двойных систем Это новые звезды Ну опять же вы знаете Что новые они Потому что они вдруг появлялись на небе Наслали новыми Потом оказалось, что звезды вполне себе старые Блеск возрастает, скажем, на 10 звездных величин Это много Это десятки тысяч раз Ну строго говоря, 10 было бы 10 тысяч раз, правильно? Здесь побольше Десятки тысяч раз Потом потихоньку спадает Причина для такого поведения очень проста Вещество, в основном водород, течет на белый карлик Там складируется Становится горячее и плотнее А водород устроен так, что если его долго складировать Делая горячее и плотнее То он, наконец, взорвется Начнется термоэперная реакция Она охватит всю поверхность белого карлика И, соответственно, произойдет достаточно такой мощный всплеск Потом вся эта штука потихонечку остынет, угаснет Часть вещества будет сброшена Кстати, именно поэтому Такие системы сейчас не считают хорошими кандидатами В прародителей сверхновых типа 1А Ну вот раньше всегда как говорили Поскольку картина простая и понятная Как взрываются белые карлики? Белый карлик находится в двойной системе На него течет вещество с обычной звезды Масса белого карлика потихонечку возрастает Наконец, дорастает до Чендерсикаровского предела И он взрывается Не все так просто Потому что по уходу этого накопления Много раз будут вот такие булки происходить А когда они происходят То не просто ярко становится А вещество сбрасывается с белого карлика И получается, что вы копили, 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 копили Потом бац! Все взорвалось и вещество сбросилось И вам опять надо копить с нуля И поэтому такие объекты чаще всего не успевают Расти до Чендерсикаровского предела И по всей видимости Основной вклад всего их нового типа Абинам Вносит в систему, где прям два белых карлика сливаются Это происходит достаточно быстро Никаких новых там не возникает Но вот тем не менее Такое красивое явление Новые звезды Что еще красиво связано с двойными звездами? Чего бы не было Наверное, самые красивые объекты Ну, я не знаю, для футболок или обоев компьютерного стола Или просто для обоев Это планетарные туманности Они вот такие очень красивые Все цветные Цвета там, конечно, немножко усилены Но это настоящие цвета Они не раскрашены То есть просто красный сделали по краске Зеленый сделали по зелени Синий сделали по сини Подчеркнули весь контраст Так вот по фотошопе немножко Но, повторюсь, руками ничего не дорисуют Самые красивые планетарные туманности По всей видимости Связаны с двойными системами То есть все вот такие красивые штуки С нарушенной сферической симметрией Но с ярко выраженной осевой симметрией Связаны с тем, что в системе Что-то очень сильно нарушило сферическую симметрию Звезда, повторюсь, газовый шар Он сферически симметричен А если у нас есть двойная система То сразу у нас в симметрии сферически Переходят в цилиндрическую И там возможно возникновение Всяких вот таких красивых структур Которые в редких случаях Можно сделать и на одиночной звезде У нее магнитное поле Сферически не симметрично Дипольное И играя с магнитным полем Можно иногда создавать такие структуры Но в ряде случаев Все-таки нужно, чтобы звезда была двойной Покончили с красотой Переходим к пользе Двойные звезды очень полезны звезды На самом деле Все хорошо определенные массы звезд Это только звезды в двойной системе То есть когда Опять же за каким-то очень редким исключением Когда астрономы говорят Вот мы исследовали Такую-то одиночную звезду У нее масса 10,7 массы Солнца Откуда они это взяли 10,7? Как они ее померили? Это означает Что эта звезда Грубо говоря Очень похожа на звезду с массой 10,7 массы Солнца Которую наблюдали в двойной системе И там массу действительно измерили Для измерения массы Нужно, чтобы звезда с чем-нибудь взаимодействовала Лучше с другой звездой Потому что иначе массы могут оказаться несравнимыми И измерить массу более тяжелого объекта Будет очень трудно Мы знаем период обращения двойной системы И, как правило, по спектру мы можем измерять скорость звезд Когда звезда движется от нас Все линии сдвигаются в красную сторону К нам в синюю Соответственно, мы или прямо это можем видеть Или будем видеть уширенные линии И таким образом Зная скорость движения звезд И период обращения Мы сразу получаем массу Ну, сразу, если знаем, как еще орбита наклонена Ну, если, например, в системе происходит затмение То тогда мы очень точно знаем И ориентацию орбиты относительно нас Таким образом, повторюсь, это страшно важная штука Поскольку масса – самый главный параметр Так вот, самый главный параметр Можно определять только в двойной системе Специфический интерес это представляет Для совсем другого типа звезд Которые не совсем звезды Нейтронные звезды – замечательный объект Они, во-первых, не звезды А во-вторых, могут состоять не из нейтронов Это очень здорово Существует замечательный вопрос Который связан, скорее, не с астрофизикой А с ядерной физикой С тем, как устроено вещество Вот у нас появилась нейтронная звезда Нейтронные звезды возникают из ядер Обычных звезд В конце их эволюции После взрыва сверхновой Остается компактный остаток Нейтронная звезда Типичная масса нейтронных звезд При рождении – это где-нибудь там 1,2-1,5 масса Солнца Пускай она у нас сидит в двойной системе Мы начинаем переносить вещество С обычной звезды на нейтронную Ну или с белого карлика на нейтронную Неважно Нейтронная звезда становится Все массивнее и массивнее Что произойдет в конце? Что произойдет в конце? Да, в конце произойдет конец Она схлопнется в черную дрову Спрашивается Как долго можно издеваться Над обычным веществом До того, как оно сколлапсирует Ведь что происходит? У нас есть микронная звезда Кругая Мы на нее кидаем массу Соответственно, внешние слои давят на внутренние И плотность в центре возрастает Она растет, 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 растет И дальше в какой-то момент Вещество перестанет сопротивляться В дальнейшем сжать А нейтронная звезда – это уже такой предпоследний объект Дальше только черная дара И это ключевой вопрос На самом деле в ядерной физике современной При какой плотности То есть можно это на языке плотности переформулировать При какой плотности произойдет коллапс в черную дыру Ответ на это должна дать астрофизика Причем именно исследование двойных систем Поскольку нам нужно измерять массы нейтронных звезд То есть мы открываем нейтронные звезды Измеряем массу 1,4 масса Солнца – отлично Значит предел где-то дальше Открываем дальше 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 Но в какой-то момент Мы упремся в то, что там будет Две с чем-нибудь массы Солнца И более тяжелые нейтронные звезды мы не обнаруживаем Это значит, что мы прямо-прямо подобрались к предел На этой картинке по вертикальной оси Отложена масса По горизонтальной оси радиус Вот эти криволички разные Это теоретические модели То есть теоретики не знают Как устроены нейтронные звезды внутри Повторюсь, они не знают, из чего они состоят То есть есть много разных моделей Для каждой этой криволички Можно нарисовать внутренний состав И он для каждой будет разным Некоторые действительно состоят из нейтронных То есть у нас все так страшно А горизонтальная линия – это данные измерения Вот когда-то самым массивным пульсаром был вот этот С красивым названием J19M9-3744 Потом вот этот С еще более красивым названием J19M3 плюс M3-27 А сейчас рекорд стоит в районе двух масс Солнца Но эта картина не самая последняя Но два последних измерения Это 1,97 плюс-минус 0,04 И 2,01 плюс-минус 0,04 То есть примерно эта красная полоска Все равно отражает данные измерения Видно, что вот эти теоретики уже были неправы Но они, конечно, все равно могут что-то подкрутить Своих моделях и все починить И вот эта кривольничка пойдет вот так Но тем не менее Но где-то, когда-то Вся эта штука точно закончится Потому что любая такая кривая Заканчивается вот в этой, в этой, в этой, в этой точке В каждой данной модели происходит коллапс в черную дыру То есть когда-то, изучая нейтронные звезды в двойных системах Мы ответим на самый главный вопрос якорной физики Когда же все-таки взаимодействие частиц вещества Оказывается недостаточным для того, чтобы предотвратить коллапс в черную дыру Соответственно, у двойных, которые могут обмениваться массой Возникает очень нетривиальная эволюция Потому что возникать много интересных объектов Мы уже поговорили о некоторых из них О некоторых еще не говорили Но вот это пример расчета с помощью такой старой версии Компьютерного кода Который разрабатывался в нашем отделе Видно, что звезды могут несколько раз обмениваться массой Более тяжелая звезда расширилась Заполнила свою полость рож Начала перетекать При этом орбита уменьшилась Система стала более компактной Потом система взорвалась После взрыва она снова стала более широкой Образовалась нейтронная звезда Вторая звезда эволюционировала потихоньку Тоже заполнила свою полость рож И начала перетекать уже на нейтронную звезду Перетекала настолько быстро Что нейтронная звезда не успевала захватывать все это вещество Поэтому все это погрузилось в большую общую оболочку Система снова стала сжиматься В данном случае образовался белый карлик Белый карлик перетекал на нейтронную звезду При этом система становилась более широкой Но вот этот белый карлик может стечь до конца То есть там останется пустое место Систему можно наблюдать на разных стадиях вот этой эволюции В качестве совершенно разных источников Как обычные звезды Как звезды с каким-нибудь необычным истечением вещества Как пульсары в двойных системах Как рентгеновские пульсары Ну и так далее Очень красивая система Это объект Торножидков Жидков, ну это просто женская фамилия Поэтому она не склоняется Двойная система Более тяжелая звезда, менее тяжелая Более тяжелая превращается в нейтронную звезду Крутится вокруг более легкой звезды Которая превращается в красного гиганта И нейтронная звезда оказывается внутри этого красного гиганта Такой вот странный объект Забавно, что такие объекты рассматривал в 30-каком-то году Ландау У него есть совсем коротенькая заметка Об источнике звездной энергии Где в качестве тогда про термоэнерной реакции Мы говорили уже Но тем не менее рассматривались всякие альтернативы Он сказал, что можно сделать яркую звезду Если вы внутри обычной звезды запихнете объект Типа нейтронной звезды Они тогда еще не были открыты И названия такого не имели То есть такое интересное теоретическое предсказание А потом они появились именно в эволюции двойных Это очень естественный путь Так должно происходить Так вот их предсказали десятки лет назад С тех пор искали По большому счету до сих пор не нашли Но в самом начале июня появилась очередная статья Об обнаружении кандидата в объекты торможистов И это действительно самый лучший кандидат По сравнению со всеми, что были известны до этого Такие звезды внешне почти ничем не отличаются от красного гиганта Что довольно удивительно То есть внутри такая штука сидит Необычная нейтронная звезда Внешние проявления драматически не меняются Тем не менее действительно так оно и есть И пытаются идентифицировать объекты торможидков По химическим аномалиям Там возникают интересные химические аномалии В спектрах можно искать элементы Которых никак не должно быть В спектрах обычных красных гигантов А вот здесь они есть И тот объект, про который пару недель назад Может быть три недели назад люди заявили Он как раз этими аномалиями обладает По всей видимости является первым открытым объектом торможидков Ну а вообще судьба такой системы довольно понятна Вот была эволюция двойной Наконец нейтронная звезда попала внутрь обычной звезды Ну и конечно звезда снаружи Она имеет массу Хотя бы масса солнца И если на нейтронную звезду массу солнца вылетит То с большой вероятностью Я бы сказал с большой достоверностью Она должна превратиться в черную дыру Так что подавляющее большинство объектов торможидков Должны превращаться в конце концов в черную дыру Еще один тип объектов может быть связан с двойными системами Это гамма-всплески Гамма-всплески очень интересное явление История открытия Но наверняка вы слышали по большей части Я очень коротко ее напомню Соответственно жили-были люди Придумали они ягерное оружие Сделали его достаточно много А потом, чтобы совсем друг друга не поубивать Решили как-то ограничиться Ограничиться немножко Заключили всякие договора Но люди существа понятные И доверять друг другу, в общем, было бы довольно странно Тем более в таком ответственном деле Поэтому были запущены американцами спутники Которые, наверное, они называли спутники-разведчики А мы спутники-чпионы Для контроля за ядерным испытанием И эти спутники начали регистрировать гамма-всплески Но удивительно не с Земли Это все, я бы сказал, по меркам военного времени Довольно быстро попало в мирную печать В середине 60-х были открыты первые такие гамма-всплески В рамках совершенно военной, совершенно абсолютно секретной программы И в 70-м году вышла публикация Где люди рассказали про такой совершенно удивительный астронометический феномен И это страшно интересно для астрофизиков Мы все очень любим, когда что-то такое необычное произошло Произошло много, это важно, это очень достоверно И вообще непонятно, что Произошла гамма-всплеска, больше там ничего не видно То есть вы можете высказывать любые идеи Вы можете сказать, что это где-то близко Вообще в Солнечной системе что-то немножко вспыхивает Можете сказать, что это в миллиардах световых лет что-то вспыхивает Вы можете обсуждать все, что угодно Из любой области астрофизики От каких-то объектов совсем близких и маленьких До каких-то грандиозных взрывов далеко Как ни странно, в правой руле Артемиста это грандиозные взрывы далеко И это стало ясно в конце 90-х годов только То есть в течение 30 лет гамма-всплески были, может быть, не самой большой, конечно, астрофизической загадкой Это как-то так, не очень серьезно, это основа не потрясает Но, безусловно, одно из самых жгучих Вот они происходят, каждый день происходят И мы совершенно не знаем, что это такое Оказалось, что гамма-всплески из двух типов Длинные и короткие Которые, по всей видимости, связаны совершенно с двумя разными типами объектов Но, скорее всего, и тот, и другой связаны с двойными системами Короткие точно связаны с двойными системами Сейчас остался один единственный хороший кандидат В объяснении этих событий То есть, снова, мы не уверены до конца, до конца, до конца Но реально конкурирующих моделей уже нет Если у нас была двойная система из двух массивных звезд Они обе превратились в нейтронные звезды И мы знаем такие системы Несколько штук Пульсар сидит в паре с другой нейтронной звездой В одном случае даже наблюдалось два пульса Эти системы будут становиться более компактными Нейтронные звезды будут сближаться Из-за излучения гравитационных волн Это в неком смысле тоже наблюдается И соответствующая Нобелевская премия за это была выдана Для первого открытого радиопульсара в паре с нейтронной звездой Было замечено уменьшение размера орбиты В полном соответствии с предсказаниями общей теории относительности Соответственно, это можно рассматривать Как самый лучший тест общей теории относительности К настоящему времени Но дальше они сближаются и сближаются И наконец должны слиться И это страшно интересно Потому что нейтронная звезда это очень компактный объект Вот мы берем какой-нибудь предмет Возьмем вот этот предмет Если я не закрою крышу, то будет, конечно, в 10 раз красивее Мы берем предмет и бросаем его Он падает со стука Откуда берется стук? У нас часть энергии диссипировала в звуковые волны Если, ну вот у меня нет, к сожалению, какого-нибудь пушечного ядра С ним было бы интересно Если бутылку кидать из космоса, она сгорит в атмосфере А если... А, кстати, нет, не совсем так Ну то есть она сгорит, но все равно довольно интересно Если мы ее долго подержим в комнате, она сильно заледенеет И, в общем, она долго будет в атмосфере гореть Будет наблюдаться метеор Если мы бросаем пушечное ядро Реально кусочек не догорит, долетит до земли и будет воронка Чем с большей высотой мы кидаем, тем больше выделяется и 0 E равняется NGH Наращивая MH Но на самом деле очень хорошо Да, если кидаем более тяжелый объект, наращиваем M Еще лучше наращивать G Здесь у нас с G все понятно 981 Ну там, если немножко поерзать, будет 982 Как бы ее нарастить побольше? На Землю нельзя упасть со скоростью Даже если атмосферу убрать На Землю нельзя упасть со скоростью 20 км в секунду, например Даже 12 нельзя Нужно объект сам по себе, который притягивает Делать более тяжелым и компактным Самая тяжелая и компактная, это черная дыра Но у нее есть один недостаток У нее нет поверхности Это как если я взял бутылку и бросил бесконечную глубокую шарку Она падает, и стука так и нет Там нет никакого пола А у нейтронной звезды пол есть И поэтому самое мощное энерговыделение Это когда мы взяли какой-нибудь объект И бросили на нейтронную звезду Ну самый мощный, простой способ На самом деле там более хитрыми способами Можете больше получить Но каждый грамм, упавший на нейтронную звезду Это 10 в 20-й р А 10 в 20-й р это 10 в 13-й джев Много Но гораздо интереснее взять одну нейтронную звезду И бросить на другую нейтронную звезду И именно это в данном случае и происходит Выделяется очень много энергии И происходит взрыв, который По энерговыделению превосходит галактику И превосходит сверхновую В общем, практически все превосходит Это короткие гамма-всплески Длинные гамма-всплески так не сделаешь Они длятся минуты В редких случаях еще дольше И поэтому считается, что это Коллапс звезды Такой, если угодно, особый тип сверхновой Когда образуется черная дыра А вокруг нее образуется Тор из очень быстро вращающегося вещества Вещество падает в черную дыру Выбрасываются струи из этого диска И если струя светит прямо на нас Мы видим достаточно длинный Очень мощный всплеск Не только в гамма-диапазоне Но и в других диапазонах Причем здесь двойные звезды, спросите Вы и будете правы Двойные звезды вот при чем Важно, чтобы вся эта штука До начала процесса очень быстро вращалась Это довольно трудно достигнуть Потому что большие звезды Очень хорошо тормозятся Ну, например, четвертый раз скажу Ламзин, про это тоже, наверное, будет говорить Звезды теряют массу Если звезда вращается И внешние слои от нее улетают То эти внешние слои уносят Очень много углового момента И остаток звезды тормозит свое вращение Значит, звезду, чтобы сделать гамма-всклеск Скорее всего, нужно как-то раскрутить Чем? Чем-то сравнимым Сравнимым, значит, другой звезду То есть, раскрутить звезду Как следует Можно только в двойной системе Поэтому, скорее всего, длинные гамма-всклески Тоже являются продуктом эволюции двойных звезд Про гравиационные волны Я уже сказал, что они Приводят к тому, что Системы из двух белых карликов Или двух нейтронных звезд Соближаются друг с другом Естественно, то же самое происходит Вообще в любой двойной системе Просто эффект тем сильнее, чем ближе К друг к другу находятся звезды Ближе всего вы можете подвести друг к другу Две нейтронные звезды или черные дыры Будут испускаться гравиационные волны Они уносят энергию в угловой момент Система становится более компактной И наконец-то сливается Про нейтронные звезды мы поговорили Происходит большой бум А теперь представьте две черные дыры Вот смотрите Что реально происходит на последних стадиях Вы берете объект с массой 10 масс Солнца Со скоростью света Бросаете на него другой объект 10 масс Солнца И вся эта энергия разом куда-то выделяется Потому что, ну, в простейшем случае Вот у вас Мы находимся Вот тут центр масс Да, вот были две черные дыры Это последняя стадия слияния Хоп, они слились Вот 10 и 10 масс Солнца Со скоростью света Столкнулись и остановились Это очень много энергии Куда она вся делась Единственный способ ее куда-то деть Это испустить гравитационные волны Именно так эта энергия и выделяется По энергоыделению Это действительно самое мощное Что происходит в нашей Вселенной регулярно Но вид этой энергии Он немножечко плохой Его очень трудно зарегистрировать И вот только сейчас Даже хочется сказать Только в следующем году Люди создадут приборы В первую очередь Это установки лайгов в штатах Которые смогут регистрировать Гравитационные волны Снова для того Чтобы вся эта красота возникала Чтобы мы могли увидеть Это замечательное следствие Общей теории относительности Нужны двойные системы Двойных систем известно много Но наверное сейчас Из таких регулярно обсуждаемых Самыми многочисленными Являются рентгеновские двойные Это двойные системы В основном с нейтронными звездами И черными дырами Где вещество с нормальной звезды Течет на компактный объект Чаще всего закручивается в диск И видим мы в основном Излучение этого действия Но если речь идет о черной дыре То мы видим только этот диск Поверхности у черной дыры нет Там излучает особенно меньше Выделяется Как я уже говорил Много энергии Но тут собственно стоит число Что значит много 10% от МС квадрат При термоэтерных реакциях Выделяется меньше 1% от МС квадрат Так что это гораздо более выгодный способ Получения энергии Настолько яркие объекты Что их довольно хорошо видно В других галактиках Вот галактика НЖЦ 46-97 в оптическом диапазоне А вот она в рентгеновском диапазоне То есть Вот эти туманности Это горячий газ Плюс неразрешенные источники А яркие точки Это в основном рентгеновские двойные То есть система с нейтронными звездами Или черными дырами На которые течет вещество Здесь тоже есть всякие интересности Например Существует полный аналог Новых звезд Но на нейтронных звездах А не на белых карлях Объекты называют барстерами Их с точки Там происходит френтгеновский диапазон Все то же самое Вещество с обычной звездой Течет на компактный объект На поверхности этот водород Ну кстати не только водород Гелий Иногда даже углерод Накапливают И в конце концов взрываются И происходят мощные рентгеновские вспышки Иногда они действительно Такие вот строго периодичные И можно однозначно показать Что это термоэйтерные взрывы На поверхности нейтронных звезд Двойные системы очень важны Для изучения черных дыр Поскольку просто так Черные дыры изучать трудно То есть вот такую картинку Никто еще ни разу не видел И поэтому все таки нам Нужны какие-то пробные тела Которые летали бы вокруг черных дыр И приносили бы нам информацию Из окрестностей этих объектов И мы бы говорили Что это такие необычные окрестности Что в центре должен сидеть Необычный объект Из всего что мы знаем В современной физике Единственный объект Который подходит Это черные дыры То есть в принципе Нельзя говорить Что черные дыры Абсолютно-абсолютно-абсолютно Достоверно открыты Просто потому что Крайне трудно показать Наличие горизонта Вот наверное в ближайшие годы Именно регистрация Гравитационных волн Будет лучшим свидетельством В пользу существования черных дыр Если будет сигнал От слияния двух черных дыр То мы прямо увидим Как сливаются два горизонта Образуется единый горизонт А потом он дрожит Пока не станет красивым Симметричным ровным И вся вот эта дрожь Приводит к испусканию Гравитационных волн Которые люди смогут регистрировать Но пока всего этого не видно И пока мы должны изучать Что-то вокруг черных дыр Опять-таки Чтобы это вокруг было Нужно чтобы туда вещество и текло И все хорошие Кандидаты в черные дыры Звездных масс Это все объекты двойных систем Вещество с обычной звезды Течетная черная дыра Образуется диск И мы видим этот самый диск Почему мы думаем Что это именно Давайте я вернусь сначала Почему мы думаем Что это именно черные дыры Потому что они очень тяжелые То есть мы знаем Что здесь есть Тяжелый компактный объект Давайте попробуем Что-то сделать Из обычного вещества Ну не обычного вещества А у нас только варенье Из обычного вещества Который может состоять Из пионов Гиперонов Кварков Из чего хотите Это все обычное вещество И вы понимаете Что сделать объект С массой больше Трех масс Солнца Никак у вас не получает Там всякие нехорошества Будут возникать Например у вас Скорость звука Будет больше Скорости света Это очень большая нехорошесть Такое вещество Очень неустойчивое Значит Это самая черная дыра Повторюсь В рамках такой Сколь-нибудь стандартной физики Никаких хороших альтернатив Черным дырам нет Как мы определяем массу Откуда мы возьмем Больше трех масс Солнц Именно Из изучения двойной системы То есть только там Мы можем массу черной дыры Кандидатов черной дыры Если хотите Измерить Есть еще очень красивый способ Проверить Что это черная дыра Мне она очень нравится Я вам говорил То есть про новые звезды Вы и так знали Я вам сказал Про рентгеновские барстеры Есть копии таких систем То есть снова компактный объект На него течет Мы ожидаем Что там складируется водород И он когда-то взорвется Есть такой классный звук Нужно с собой носить устройство Которое при неправильном ответе Вдается Не взрывается Ответ один Как вот в том самом ухоузе Она пила А из нее выливалась Там нет никакой поверхности Там негде накапливать Единственное хорошее объяснение В поведении вот такого объекта Это отсутствие твердой поверхности Там должен был бы сидеть Рентгеновский барстер Если бы этот объект Хоть чуть-чуть был похож На нейтронную звезду То есть из какого-то Необычного вещества Вы сделали объект У которого радиус не Радиус Шварцинга А на 20% больше Такая штука давала Всплышный Который мы здесь видим Так что снова в двойных системах У нас есть очень хорошее доказательство Чернодырности объекта Которое вообще никак не связано С измерением масс По-моему это очень красиво Еще очень интересная штука Которая есть в двойных Но я про нее скорее сейчас расскажу Потому что это наверное Самая главная новость Последнего времени Причем новость нелегальная Какая контрабандная новость Есть замечательные Ультрамощные источники Иногда их называют ультраяркие Но во-первых это неправильно Потому что яркость Это другой параметр В астрономии Здесь речь идет о большой светильности То есть это большой мощности Во-вторых Ультрамощные рентгеновские источники У них красивые аббревиаты Почему их называют ультрамощными? Потому что для аккрецирующей системы Когда у вас на объект что-то падает Он поэтому светит Существует предел светильности Идея крайне простая И изучается в школе Но только такие красивые слова Не дурарятся Вот у нас есть поверхность объекта Вот на него падает вещество Чем больше падает Тем больше объект будет излучать Но вроде бы побольше накидаем Побольше излучится Нет Потому что Выходящее излучение Да Есть давление света И если излучения станет слишком много Оно просто сдует Падающее вещество И система оказывается Такой саморегулирующейся Больше в звезду На звезду не войдет Этот предел Примерно Примерно сколько? Примерно 100 тысяч светимости Солнца Для массы Солнца Массивные звезды могут быть тяжелее Чем больше масса Тем больше этот предел Нейтронные звезды имеют массу Примерно 1 масса Солнца Ну полторы Черные дыры в среднем Имеют массу 10 масс Солнца Ну 20 Ну очень постараться 30 А есть объекты У которых светимость Больше солнечной В 100 миллионов раз Это не соответствует Массе ни нейтронных звезд Ни черных дыр Поэтому такие источники Называют ультрамущными Вот действительно Это естественно Оптическое изображение И наложенное рентгенов Яркий объект Соответственно Существовала Большая дискуссия Ясно что это черные дыры Казалось всем Вариантов ответа 2 Первые там сидят Действительно большие черные дыры С массой тысяч Десятки тысяч масс Солнца Это страшно интересно Потому что непонятно Как их делать Не бывает звезд Сейчас массой Десятки тысяч масс Солнца И поэтому Такую черную дыру Просто так не создали Люди придумали способ В очень плотных Молодых звездных скоплениях Звезды могут сталкиваться И все таки Будет возникать массивный объект Он неустойчивый И он может давать Очень большие черные дыры Второе объяснение Состоит в том Что Объект Просто Излучает Несимметрично Но идея простая Вот Мощность лампочки Этой штуки Она не какая-то Запредельная Но если я буду смотреть Прямо в эту лампочку То мне будет очень ярко И издалек Мне может показаться Что тут какой-то Очень мощный Источник света стоит А он не очень мощный Просто он очень узконаправленный Соответственно Может быть там Обычная черная дыра сидит Но светит узко на нас И вот Много лет Ну сколько Лет 20 Люди очень активно Вспорили Про эти две гипотезы А недавно люди сделали Открытие Прелесть в том Что статья даже не направлена Но один из членов группы Рассказывает про это на конференции Другие члены группы Очень этим возмущены Соответственно Вот на прошлой неделе Конференции в экипе Результат был рассказ Исследуя Один из Таких объектов В галактике М82 Люди увидели пульсации Очень четкие Регулярные Такие пульсации Дают только нейтронные звезды Потому что Это просто период вращения Нейтронной звезды На поверхности есть яркое пятно И мы видим Ну или там Над поверхностью Яркую область И в зависимости от Поворота звезды Мы видим эту область На черной дыре Такого быть не может Вообще У нее поверхности нет Поэтому Один из К удивлению Собравшихся Оказался Нейтронной звездой Это страшно Интересный результат Ну будем надеяться Что он правильный Страшно интересный результат Тогда вся история Про вот эти двойные системы С электромощными Рентгеновскими источниками Становится еще Интереснее Так Время мое заканчивается Было бы очень интересно Открыть систему Из нейтронной звезды Являющейся радиопульсаром И черной дыры Это был бы очень хороший Способ просвечивания Окрестности черной дыры Пульсар Это идеальные часы Практически И идеальный Такой прожектор Если бы Такие светящиеся Идеальные часы Летали вокруг черной дыры Мы бы очень много Узнали о черных дырах Пока такой объект Не нашли Но считается Что следующие Крупные радиотелескопы Точнее Ну Или система радиотелескопов SK Или вот следующий Большой Китайский телескоп Они смогут Открыть парочку Таких объектов Они просто встречаются редко Нужно открыть В среднем Они встречаются Одна штука На 10 тысяч радиопульсаров Радиопульсаров Сейчас известны 2000 Но вот когда Там дойдут До 10 тысяч Наверное Там 1-2 Может попасться Вот таких объектов Собственно Его могут открыть И завтра Может быть Он уже открыт Просто его еще не распознали Но вероятность Этого невелика Это конечно Было бы очень здорово И снова Большое продвижение В понимании физики Черных дыр Будет связано Именно с двойными систем Еще в двойных системах Можно очень здорово Разгонять вещество Когда вещество Перетекает с обычной звезды На Да и на Другую обычную звезду На что угодно Перетекает Вещество имеет угловой момент И часто закручивается В диск Если вещество падает Слишком много Лишнее вещество Будет выбрасываться Выбрасываться В перенитулярный диск С какой скоростью? Ну на пальцах Очень понятно С какой скоростью Со второй космической скоростью То есть если это Обычная звезда Будут там Десятки или сотни Км в секунду Если это белый Карлик Будет Сколько там Я боюсь ошибиться Тысяча км в секунду Если нейтронная звезда Будет в районе Ста тысяч Км в секунду Если в черная дыра Можно добраться До скорости света Вы не доберетесь Все-таки Диск не подходит Так близко к звезде Но все равно Будет Двести тысяч Км в секунду Примерно так оно Действительно и есть Плюс в джете Можно еще дополнительно Разгонять вещество И это страшно интересно Есть джеты Где скорость движения Вещества 98% От скорости света Это джеты В системах С черными дырами Для некоторых Из джетов Наблюдается Очень красивый эффект Сверхсветовое движение Это некая Оптическая иллюзия Вы понимаете Что в сверхсветовом движении Нет ничего необычного Ну в смысле Несмотря что двигается Солнечный зайчик Можно двигаться С какой угодно скоростью Здесь вы шевелиете Как рукав Он позволяет шевелиться А если у вас Стенка находится Где-то очень-очень далеко То там зайчик Будет бегать Все больше и больше Скоростью Когда вы стенку Отодвигаете Ну и наконец Скорость станет Сверхсветовой В этом нет ничего удивительного Здесь Иллюзия не такая простая Она связана уже С эффектами Теории относительности С тем что просто Свет движется С конечной скоростью Ну и действительно Если вы просто Измеряете Как у вас Какой-нибудь Глобик Движется по джету И разделите Расстояние На скорость Вы получите Скорость больше Световой Очень красивый эффект На самом деле Просто Блобик летит Почти на нас И там нужно Учитывать эффект Теории относительности И тогда Скорость станет Нормальной Но все равно Эта штука Возможно Только если Скорость близка Световой Там где-нибудь 0.9 Скорости света И это как раз Наблюдается В нескольких Системах С черными дырами Даже если В системе Нет компактного Объекта Там может Возникать Мощное Рентгеновское Излучение Например Если сидят Две массивных Звезды От них Дуют ветры Очень мощные Про которые Будет рассказывать Вам зима Ветры двигаются Со скоростью Тысячи И больше Км в секунду Если они Сталкиваются Друг с другом Но это неизбежно Если близко Сидят две звезды Которые как дуют То при столкновении Ветров У вас Происходят Всякие Интересные Процессы Которые Приводят В частности К появлению Очень мощного Рентгеновского Излучения И это Наблюдаемая Штука Насколько я знаю Это тоже Изначально Не предсказывалось Очень красивое Явление Рентгеновский Излучение На обычных Звездах В редких Случаев Двойные Звезды Могут быть Двойными Не от рождения А двойными Они становятся В плотных Скоплениях В плотных Скоплениях Звезды Часто Пролетают Близко Друг от Друга И Возможно Всякие Интересные Взаимодействия Чтобы Одна Звезда Заплатила Другую Нужно Чтобы Они Пролетели Очень близко На расстоянии Буквально Пара Радиусов Этих Звезд Тогда Из-за Возбуждения Больших Прилевных Сил И Всяческой Диссипации Энергии Углового Момента Связанной С этими Прилевными Колебаниями У вас Звезда Может Стать Захваченной То есть Система Станет Связанной И Образуется Двойная Система Из двух Одиночных Звезд Кроме Того В плотных Скоплениях Звезды Могут Обмениваться Компонентами То есть Жила Была двойная Пролетела Одиночная Звезда Встала На место Одной Из звезд Звезда Которая Была В двойной Система Улетела Это Приводит К еще Большему Многообразию Необычных Двойных Систем В шаровых Скоплениях К появлению Таких Систем Которые Нормальная Эволюция Просто Не дает Просто Так Не бывает Ну и Наконец Последние Наверное Такие Глобальные Интересные Типы Объектов Открыты Связаны С двойными Систем Это Планеты В двойных Планетам В двойных В принципе Не очень Хорошо Почему Потому что Вот есть Две звезды И получается Такой Труфальдино Избергам То есть Его туда И туда Тянут И что же Ему Разорваться Но есть Два Случа Когда Все-таки Планета Может Существовать Двойной Систем Первый Планета Крутится Снаружи Двойной То есть Размер Планетной Орбиты Настолько Больше Расстояния Между Звездами Что Планета Грубо говоря Считает Это Одной Звездой То есть Как в конце Труфальдино Они поженились И он Теперь Спокойно Может Служить В них Обой Это Примерно Вот такая Ситуация Ему Все равно Что Если Что Может Прав Это Более Простой Наверное Тип Хотя Не знаю Что Считать Более Простым Один Тип Планетных Орбит Двойной Систем Вторая Ситуация Это Когда Размер Планетной Орбиты Намного Меньше Размера Двойной То есть Снова Иерархическая Система Это Все Похоже На То Какие Могут Быть Тройные Системы Тройные Системы Размерных Проектах Показали Что Экзопланеты Существуют И в таких И в таких Конфигурациях И планет Двойных Системах Довольно Много То есть Как минимум Процентов Десять Двойных Звезд Имеют Планетные Системы Ну а Широкие Двойные Уж Конечно Должны Иметь Планетные Системы Вот Такого Типа Поскольку Там Вторая Звезда Практически Не мешает Ну вот И все А Может Планета Менять Свою Звезду От Одной К другой Прекается А Что Дают Взамен А Другой Звезду Дают Ну Теоретически Да Если Чем Нибудь Возмутить То есть Безусловно Можно Да Чем Возмутить Ее Выкинет Но Она Захватится В общем То Ничего Не Противоречит А Вот Прямо В системе Трех Тел Ну Это Я Не знаю Наверняка Небесные Механики Получали Где-нибудь Решение Наверное Может Систем Есть Да Очень редкие Наверное Должны Быть А это В системе Материальных Точек Или Важно Что Там Есть Продневные Дисеплаты Две Массивные Однолеты Ну Точки Да Здорово Ну Вот Собственно И Все Прочитать Про Двойные Звезды Можно Много Где Наверное Лучше Всего Вот В этой Книжке Все Спасибо